Это ток-шоу «Будни» здесь в этой студии, во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и у нас в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите, пожалуйста, по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя, это депутат Пулата, представители Национального собрания Республики Беларусь, Сергей Михайлович Клишеевич. Доброе утро, Сергей Михайлович. Здравствуйте, товарищ. Ну что ж, на старте эфира обсудим тему, которая касается нашей страны, которая касается социальной поддержки населения. У президента Беларуси Александра Лукашенко обсудили совершенствование социальной поддержки граждан нашей страны, были приняты решения, о которых мы поговорим чуточку позже. Но вот самое главное, Сергей Михайлович, несмотря на такое достаточно серьезное санкционное давление, несмотря на геополитические процессы, которые происходят вокруг нашей страны, все-таки Беларусь заявляет о том, что социальные приоритеты остаются неизменными. Почему так происходит и вопреки чему? Ну, так происходит с 1994 года, это первое. Второе. Народ в 2021 году подтвердил предложение и курсы президента на социально ориентированную политику нашего государства, что нашло свое отражение в изменениях, внесенных в нашу конституцию. И поэтому, конечно, глава государства, как всегда, четко следует воле народа. А народ хочет действительно того, чтобы государство было социально ориентированным. Наши, так скажем, возможности и возможности, условия нашего, которые есть у нашего государства, они как раз-таки и больше всего подходят для того, чтобы мы были ориентированы на такую политику. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, нефтегаза у нас нет. Каждая копейка, которая зарабатывается и поступает в бюджет, это люди на предприятиях, это люди в сельском хозяйстве. Это очень тяжелый труд. И люди, естественно, хотят и требуют, что, в принципе, и реализовывается главой нашего государства, чтобы эти деньги, поступающие в бюджет, наиболее справедливо и эффективно распределялись среди всех членов нашего общества. А через что это делается? Конечно же, через социальную сферу, через поддержку, так скажем, наиболее уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров, в том числе молодежи, студентов наших, конечно же, в том числе и в первую очередь, наверное, даже наших многодетных, потому что родители — это героический труд перед этими людьми, и мы все преклоняемся, потому что понимаем, какую важную миссию они на себя взяли не только для себя, для своей семьи, но и в целом для нашей страны. Поэтому, конечно, их важно сегодня поддержать, и вот эти нюансы, эти детали, эти вопросы обсуждались на совещании у президента. И это сегодня не то, что даже наша особенность, наша традиция уже суверенного государства. Это национальный бренд, это идеология белорусского государства, социально ориентированная страна. Причем нам, одним из немногих на планете, удалось практически реализовать идеи социальной справедливости. Практически, ни в теории, ни в документе в каком-то, ни в декларации, как у многих государств, это сегодня мы знаем, есть, которые стремятся к тому, что у нас практически реализовано. Ну и, конечно же, мы должны посмотреть и на другую сторону медали. Об этом тоже шла речь на совещании у президента. Это неотъемлемая часть, к сожалению, политики социальной ориентации. Это издевенчество, так называемое. Феномен, он тоже присущ. Та же основа справедливости здесь, да? Конечно, он присущ, этот феномен, нашему обществу. Мы это наблюдаем, видим, и мы должны вырабатывать четкие механизмы для того, чтобы противодействовать распространению этого феномена. Ну, попросту говоря, чтобы человек ценил то, что он имеет. И понимал, что это можно потерять, если не защищать это, если не ценить это. Потерять и, скажем, превратиться в украинца, в поляка, в литовца или в француза, который каждый знает, сколько вызвать бригаду скорой помощи стоит у него в стране. Потому что платит не бюджет, а платит человек из кармана. И когда у него температура 40, он тысячу раз подумает, вызывать или нет, потому что это стоит 200 евро. А у нас знает, сколько стоит вызвать бригаду скорой помощи в Минске, ну, полпроцентов, это максимум, это с большой натяжкой, полпроцентов населения нашей столицы. Потому что платит бюджет, и поэтому можно вызвать по любому поводу и, значит, никаких вопросов. Но это и нормально, вызывайте, не дай бог, конечно, я не призываю к тому, чтобы вызывать, но если в случае соответствующий вызывайте, вам всегда приедут, вам помогут, мы все это прекрасно знаем. Но цените, что такая возможность у вас есть. Это одна из тысяч возможностей социально ориентированного белорусского государства, которое построил наш президент на практике. Кстати, то, что касается поддержки пенсионеров, тоже очень важная история для развития нашей страны. Один из вопросов повестки дня — это поддержка этого слоя населения. Глава государства напомнил, что в этом году в Беларуси уже дважды повышались пенсии на 10,5%. Соответственно, в Беларуси пенсионеров поддерживали и будут поддерживать. Почему? Пенсионеры, люди, которые достигли пенсионного возраста, это те, благодаря кому сегодня существует страна. Те, кто заработал, по сути дела, построил эту страну своими руками. Еще раз повторю тот тезис о том, что бюджет нашей страны, экономика нашей страны, она формируется исключительно за счет того, что заработали люди в реальном секторе экономики. Конечно, если человек работал честно, если человек отдал свой труд себя, по сути дела, своему государству, государство берет на себя ответственность за его, да, небогатое, но нормальное существование после того, как человек закончил свой основной трудовой стаж. Хотя мы тоже с вами знаем, что многие пенсионеры, с учетом роста уровня жизни, с учетом увеличения средней продолжительности жизни в стране, могут, хотят и работают. И эти вопросы тоже обсуждались у главы государства. Одно из ключевых решений, которое, скажем, глава государства поручил проработать и принять его, это для того, чтобы, если человек действительно заработал пенсию, все, это заработанная честно им пенсия за его основной трудовой стаж. Никто не имеет права, скажем, ее там половинить, урезать и забирать, если даже человек пошел работать в свой заслуженный пенсионный отдых. Поэтому пенсия это пенсия, зарплата это зарплата. И вот эти вопросы обсуждались. Мы подходим к вопросу справедливости. От справедливости, совершенно верно. Наше общество, в нашем обществе, в нашей стране уже четко выкрестывали, вот один из постулатов идеологии белорусского государства, в целом идеология еще пока формируется, молодое белорусское государство, еще нужно время для того, чтобы она была полностью сформирована и всем обществом признана. Но вот один из постулатов, он уже сегодня четко определился. И все белорусы, вне зависимости от возраста, профессии и так далее, его принимают. Это постулат справедливости. Все хотят, чтобы в отношении человека поступали справедливо. Да, может быть не так, как, значит, мы хотели бы иногда происходит. Но если это справедливо, если человек понимает, ну это справедливо, так произошло справедливо, такое решение справедливо, тогда человек это всегда примет и будет поддерживать. Поэтому, конечно, вот эта политика справедливости, эта политика нашего президента, она позволяет нам сегодня поступательно развиваться, несмотря на, да, действительно небольшие возможности, которые есть у государства, я имею в виду отсутствие каких-то серьезных крупных, значит, природных ресурсов. Но, несмотря на то, что их у нас нет, а имеются заводы, имеются предприятия, имеются земля, где люди наши работают. И мы все, что получаем из вот этих возможностей, справедливо распределяем среди всех членов нашего общества. Вот эта политика, она позволяет нам, в отличие от многих богатых природными ископаемыми постсоветских государств, позволяет нам поступательно, без каких-либо потрясений, все эти 30 лет развиваться и смотреть вперед. Поэтому, конечно, социальная справедливость, социальная политика государства, она во главе угла. У нас фактически 40% бюджета страны, это цифра намного выше среднестатистической по миру, когда процентное соотношение бюджета, направляемое на социальные расходы, достигает такой цифры, как у нас, 40%, порядка 40%. В этом году, точнее на бюджет на 2025 год, который уже поступил в наш парламент, там опять прогнозируется и планируется увеличение, опять-таки, расходов на такие сферы, как образование, медицина, спорт и культура. В первую очередь, вот мы посмотрели, достаточно серьезная цифра, сегодня пойдет у нас запланированная в новом бюджете на увеличение заработных плат наших преподавателей, учителей. Медиков в этом году, мы знаем, президент поддержал, оставил им так называемое ковидное, да, это действительно серьезное материальное подспорье для наших медработников, и там люди зарабатывают достаточно серьезные деньги, да, в этой профессии. Сейчас вот очередь преподавательского нашего сообщества, учительского сообщества, их необходимо поддержать, и на это опять же направляются деньги. Но многие государства Запада, в первую очередь, конечно же, не хотят этого, не хотят, чтобы эти деньги шли куда? На войну, на убийство. Им не нужно никакие социальные государства, им нужно пополнять свои собственные карманы, за счет, естественно, других. Поэтому на нас они смотрят, как на красную тряпку, которую нужно уничтожить, потому что пример социального государства вреден не только для вот здесь, для их интересов в этом регионе, но и для собственных народов. Потому что когда другие приезжают к нам и смотрят, как у нас, сравнивают со своими, так скажем, условиями и со своим уровнем жизни, они делают выводы. А почему у нас нельзя так? Ведь у нас есть и это, и это, и это, и газ, и нефть, и выход к морю, и уголь. Почему мы живем или не имеем таких возможностей, как имеют белорусы, у которых нет ни нефти, ни газа? И задают вопросы уже своим политикам, поэтому мы для них красная тряпка, и они будут стремиться нас постоянно уничтожить, уничтожить наш пример, пример справедливого социально ориентированного государства. Поэтому они стараются не нас, скажем, оградить, а от нас оградиться, чтобы и граждане не ехали к нам и не смотрели вот этот положительный пример социально ориентированного справедливого государства, которое построил наш президент. Вот в чем суть. Ну а мы в ответ наоборот. Все прекрасно знают. Открываемся, приезжайте, смотрите, перенимайте опыт, смотрите, как у нас это сделано. И строить у себя такое же справедливое государство. Ну и к политикам это не выгодно, потому что тогда в карман ничего не положишь. То, что касается вот опять же справедливости, об адресности социальной поддержки тоже говорили, помогать тем, кому это нужно. Итак, цитата. Позицию президента мы знаете, мы должны поддерживать тех, кого надо поддерживать, а тот, кто должен работать и зарабатывать сам, должен работать и зарабатывать. Вот такая тонкая грань, но тем не менее. Опять же, да, почему это тоже важно? Потому что социально ориентированное государство, да, государство выполняет свое обязательно, но с другой стороны, да, и гражданин тоже должен, если он возможность иметь зарабатывать, сам пытаться как-то решить свои какие-то вопросы и зарабатывать. Не то, что должен, это его прямая обязанность. И если этого не будет, тогда государство просто погрязнет в социальном иждивенчестве, ну и будет, такая форма будет прекратить свое существование в скором времени. Поэтому мы должны поддерживать те категории населения, которые в сложной жизненной ситуации, которые, скажем, в особых условиях. А для остальных граждан мы должны создать условия для нормальной комфортной работы, для того, чтобы можно было самому прийти и заработать себе, так скажем, на хлеб с маслом, себе и своей семье. И в Беларуси такие условия созданы, мы с вами прекрасно это знаем. Сегодня огромное количество, к сожалению, это вот то, с чем мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой, тоже думаем, как ее решать. Проблема отсутствия необходимого количества работников. Огромное, скажем, количество сегодня вакансий, которые не заполнены, нужны люди. То есть возможностей заработать сегодня предостаточно. Можно работать 4 часа, можно 5, можно 6, можно 12, можно 16, можно удаленно. Очень много сегодня возможностей для того, чтобы обеспечить себя. Но сидеть, ждать, что государство даст, а я просто буду дома на диване, естественно, ну это не то, что рядом со справедливостью никак не стояло. Во-вторых, это антигосударственно, это антиобщественно так поступать. Поэтому, конечно, на совещание уголовного государства речь шла, опять же, в контексте распределения, значит, социальных гарантий, социальной поддержки населения с точки зрения справедливости. Да, если у тебя 5 детей сегодня, государство тебя поддержит, потому что, ну, ты получаешься в неравных условиях с тем, у кого детей нет, или у кого 1 и 2. Хотя, ну, 1-2 тоже это очень хорошо. Главное, чтобы они были. Но у кого 5, это значительно тяжелее. Государство им подставит, естественно, плечо поможет. Значит, пенсионеры, которые уже не могут работать, инвалиды и другие категории. Каждого, для каждого, по каждой такой категории нужно посмотреть. В том числе, по их, так скажем, образу жизни, по их поведению. Потому что, если это деньги, которые заработали наши рабочие на заводах и наши труженики сельского хозяйства, они будут поступать в бюджет, а из бюджета идти на то, чтобы финансировать, я извиняюсь, пьянки и гулянки родителей нерадивых, вместо того, чтобы поддерживать детей. Естественно, это несправедливо, потому что эту несправедливость видит кто? Видят эти самые рабочие, эти самые работники сельского хозяйства, живущие рядом. Куда идут наши деньги, куда идут наши налоги. Поэтому здесь, в этих вопросах, справедливость должна быть, скажем, наведена. И глава государства обозначил эту тему. Я уверен, как всегда, традиционно это было, если глава государства обратил внимание, будет сделано, будет реализовано, значит, будут реализованы эти подходы по справедливому распределению социальной помощи среди нашего населения тем, кто в этом нуждается. И тут, кстати говоря, посещают трудовые коллективы. Тоже, что хочу сказать. Буквально вчера в Белтелекоме был, в Минске городское отделение посещало этого крупного нашего предприятия. Там люди тоже выступают за то, чтобы не только мы сегодня посмотрели на справедливое распределение субсидирования государством оплаты коммунальных услуг, как это происходит теми, кто не занят в экономике и, так скажем, не складывается, не сбрасывается в общий котел, в бюджет, да? Ну и по другим направлениям. Никто ни на ком не собирается зарабатывать, как это на Западе, когда все превратилось в услуги образования, медицину. Тебе просто оказывают услуги и плати там бешеные деньги. Но если ты сегодня не складываешься в общий котел, из которого финансируется образование, медицина и другие направления, то почему тебе должны из этого котла помогать и субсидировать тебя твои, так скажем, услуги, которые ты пользуешься в этих сферах? Заплати просто ровно столько, сколько это стоит и пользуйся, пожалуйста, никаких проблем. Это будет справедливо. Об этом говорят люди сегодня. Это вот то, что буквально вчера мы обсуждали. Но пока речи никакой не идет о том, чтобы разрабатывать соответствующий законопроект там или принимать соответствующие решения. Но это вот то, что люди говорят, то, что люди просят. Это действительно, это есть запрос общества. Люди хотят справедливости во всем, в том числе в этих вопросах. Участвуешь в наполнении общего бюджета, общей, так скажем, нашей республиканской общенародной денежной копилки, пожалуйста, из нее можешь брать. Не участвуешь, не бери. Это же нормальный, справедливый подход. А кто думает или действует, так скажем, по-другому, соответственно, с тем надо работать. Но что касается финансирования из этого нашего общего котла социальной гарантии, социальной поддержки тем, кто в этом нуждается, то тут никаких вопросов в нашем обществе нет. Все свято это поддерживают, потому что белорусское общество, мы знаем, оно толерантное, оно добродушное, оно готово помогать ближним. Поэтому все с таким действительно одобрением большим относятся к такой социальной политике в отношении тех людей, которые нуждаются, которые наиболее уязвимы в нашей стране, в нашем обществе. Следующая тема. Между Беларусью и Китаем достигнут исторический максимум товарооборота почти 8,5 миллиардов долларов. Действительно, на данном этапе белорусский экспорт в Китай вырос почти на 30%. Благодаря чему такие цифры, благодаря чему достигается рост, на ваш взгляд? Ну, тут, конечно, надо сказать спасибо, значит, нашим западным партнерам, благодаря их политике санкций. Мы полностью фактически заместили все, чего сами мы не производим, и в чем у нас есть потребности, что мы раньше покупали на Западе. Сегодня мы покупаем у Китая, причем это не ширпотреб какой-то, который, скажем, в 90-е годы, ну, надо говорить откровенно, был присущ китайской промышленности. Вот это достаточно высокоемкие современные технологии. Посмотрите, столько одни электромобили сегодня чего стоят. Пол Минска фактически это китайский автопром, а из этой половины половина это электромобили или гибриды китайского производства. И люди действительно хотят иметь такие машины, покупают, хотя по ценам, даже если посмотреть по ценам, то они сопоставимы с производителями там европейских, значит, каких-то марок, брендов, да. Но люди выбирают китайский автопром, я имею в виду там разные ценовые сегменты, разные модели, разные маркеты, естественно, но, значит, тоже достаточно недешевые, так если сравнить, но потому что качественные. И люди выбирают сегодня вот это качество. Ну, а Запад, по сути дела, ввел санкции против себя, ведя такую экономическую политику в отношении Беларуси, потому что их товары просто пропали с полок, значит, белорусских магазинов, образно говоря, их сегодня здесь нет. Их товары замещены другими, поэтому вырос экспорт с Китаем. Но это, конечно, я утрированно говорю, что спасибо Западу и их санкции. На самом деле, конечно, спасибо нашему президенту, который ведет такую политику в отношении Китая на протяжении, значит, более уже 30 лет. Мы знаем его отношения и его взаимоотношения, в том числе с китайскими нашими друзьями, партнерами, руководителями. И китайцы никогда бы, значит, так активно с нами не работали, если бы не доверяли нам, если бы наша дружба не была бы проверена временем. И тогда, в 90-е годы, никто-то не предвидел, какого масштаба достигнет сегодня развитие Китайской Народной Республики и их экономики, которая сегодня фактически занимает первое место в мире. А президент, значит, причувствовал это. И в итоге результат такой, что мы сегодня активно с ними работаем, причем движение идет обоюдное, двухстороннее в этом вопросе, в вопросах наших торгово-экономических отношений. Потому что сегодня в Китае можно на полках китайских магазинов увидеть и белорусские товары, причем самые разные, начиная от продуктов сельского хозяйства и заканчивая, значит, изделиями промышленности белорусской. Причем Китай, если так посмотреть по оценкам экспертов, он готов 100% забрать все наши, так скажем, товары, которые мы сегодня производим, и для них это, так скажем, будет достаточно, ну, небольшая в целом партия. Они проглотят без всяких вопросов продукцию белорусской промышленности, не только промышленности, самых разных сфер. А это что? А это сегодня бесперебойная работа наших предприятий, а это, соответственно, заработная плата наших работников, наших людей, причем увеличение этой заработной платы. И вот, пожалуйста, сегодня рост белорусской экономики, то, что мы с вами совсем недавно обсуждали, увеличение, значит, бюджетных поступлений на социальные гарантии для нашего населения. Вот прямой фактор такой политики нашего президента, политики по конструктивному, взаимовыгодному, взаимоуважительному, значит, поступательному выстраиванию отношений с Китайской народной республикой, с нашими партнерами из этого государства. Прямое следствие такой политики, это увеличение доходов нашего населения и, значит, увеличение возможностей для социальных гарантий белорусов. Поэтому, значит, вот, пожалуйста, и то, что мы потеряли фактически 40% рынка после 2020-2022 года, это никак фактически не отразилось на кошельках простых белорусов, благодаря такой политике. Мы диверсифицировали свои торгово-экономические, скажем, направления, и сегодня не просто выдерживаем этот натиск, мы сегодня растем, движемся вперед, рост экономики уже не первый год у нас фиксируется, и на 2025 год в планах правительства рост, опять же, экономики. Ну, еще раз повторюсь, что такое рост экономики? Это увеличение доходов нашего населения, увеличение покупательской способности нашего населения, каждого белоруса, и студента, и пенсионера, и, значит, инженера, и профессора, и доктора, и врача. Поэтому увеличение товарооборота с Китаем, это, значит, сегодня, по сути дела, прямое имеет влияние на обеспечение национальной безопасности нашего государства, на укрепление нашего молодого белорусского государства, его суверенитета и независимости. Ну, что, спасибо огромное, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. 16 октября на 23-м заседании Совета глав правительств стран-членов ШОС, премьер-министр нашей страны Роман Головченко, заявил о том, что Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС. Что на данном этапе, на ваш взгляд, действительно должна привнести, привнесет Беларусь в эту организацию? Ну, и, конечно же, опять же, сам факт присутствия, вступления нашей страны в эту организацию, что означает для Беларуси и, в целом, для геополитических процессов, наверное, всего мира? Ну, мы с вами уже неоднократно здесь обсуждали, да и все это видят, наблюдают и признают во всем мире, что происходит глобальная, большая геополитическая трансформация мировая. Значит, однополярный мир, он рушится, однополярный мир, образовавшийся и долгое время господствовавший с 1991 года на планете, образовывается новая конфигурация мировая, мировой безопасности. Страны не хотят больше подчиняться одному гегемону в виде Соединенных Штатов Америки и, так скажем, не видеть своих интересов во имя интересов какой-то узкой группы олигархов, захвативших там власть, хотят развиваться в интересах своих народов. Поэтому ШОС это одна из таких площадок, альтернативных этому однополярному миру, где страны выбирают путь развития взаимовыгодного, взаимоважительного в интересах, первую очередь, конечно, для своих стран, но и не мешая при этом развиваться другим. Поэтому, что такое ШОС? Это Китай, это Иран, это Индия, это Россия и Беларусь тоже сегодня в этом списке. Государств, которые хотят построить серьезный транспортный коридор, значит, север-юг, по которому будут двигаться товары, в том числе и белорусские товары, и товары других государств. Вот этот коридор, естественно, должен быть безопасен. Тут не должно быть терроризма, не должны быть каких-то политических и других потрясений, санкций звериных. Это то, что обычно несет Запад другим странам, в которых видит источник потребления ресурсов человеческих, в том числе, или рынок сбыта своих товаров, когда начинают войны и все это остальное. Поэтому наша задача обеспечить на нашем участке, за которым мы ответственны, на нашей земле, на белорусской земле, безопасность вот этих транспортно-логистических цепочек, которые будут соединять страны ШОС, будут формировать этот современный путь из Варяг в Греки. Только уже, так скажем, с новой конфигурацией, с новыми, понятно, масштабами, объемами, новыми целями. Поэтому вот этот масштабный логистический коридор, он как ШОС, он в том числе будет играть сегодня на укрепление нашего Сонси этой независимости, потому что вот эта новая конфигурация мировая, она четко определяется. Есть те страны, которые еще не способны, хотели бы, но не способны выйти из-под влияния США и продолжают обеспечивать интересы узкой группы там захвативших людей власть в этой стране, в ущерб своим интересам, в ущерб интересам своим народам. Есть народы, правительства, которым удалось выйти, так скажем, из этого влияния, а мы-то мы не были никогда, нас постоянно с 94-го года душили, так и не додушили, и не додушат. Но есть те, которые попадали под влияние, сейчас они вышли, есть такие же, как и мы, которые никогда не попадали, и сейчас укрепившись, так скажем, финансово в том числе, значит, у них есть возможности и силы для того, чтобы объединяться в такие объединения международные, формирование структуры, да, и защищать интересы своих народов, интересы, в первую очередь, своих стран, в том числе не мешая развиваться другим. И мы в группе этих государств, причем не просто в группе этих государств, мы сегодня играем такую роль, в крайней степени, маяка в Европе, в Восточной Европе, для тех, кто сегодня хотел бы развиваться, опять же, и двигаться в интересах своих народов. Беларусь для многих сегодня пример. Не имея огромных ресурсов, мы сегодня говорим, мы не будем подчиняться вам, мы не будем в ущерб интересам наших людей, нашей экономики, то есть зарплат нашего простого человека выполнять ваши дурацкие требования, типа он как в Литве, там, взять с Китаем порвать отношения и таким образом закрыть любые финансо-экономические контакты с первой экономикой мира. Мы не будем этого делать. Мы, белорусы, мы, суверенное и независимое государство, будем развиваться в наших интересах. Но, естественно, где-то нужно помогать другим, как всегда это было присуще белорусской политике и белорусскому менталитету. То, что, в принципе, сейчас и происходит. Поэтому Беларусь для многих сегодня пример. Каких бы возможностей у вас не были, там, скудные, нескудные, нефть у вас есть или газ у вас есть, у вас ничего нет, вы можете тоже выбирать политику в интересах своего народа, проводить ее. Но для этого должен быть у вас сильный лидер. По-другому никак. Спасибо огромное. Еще одна тема в завершении. План победы, представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде, был принят государствами Запада прохладно и вряд ли изменит их отношение к Киеву, пишет уже средством массовой информации, в частности, цитата из The Times. Почему был принят прохладно этот план и вообще реален ли он, на ваш взгляд? Ну, это не план победы, это план войны. Это план войны, мы с вами прекрасно это понимаем. О мире там и речи никакой нет. Причем есть две части этого плана. Открытая и закрытая часть. В открытой речь идет о вступлении Украины в НАТО. В очередной 1125 раз повторяет это политическое марионеточное укроводство современной Украины. Значит, что касается закрытой части, мы можем предполагать, что это мобилизация, очередной виток мобилизации до 200 тысяч человек. Ну, это так, по моим оценкам, может быть еще мобилизовано дополнительно в Украине. Второй пункт этой закрытой части, он, скорее всего, касается вопросов снижения возраста мобилизованных. Кого могут, так скажем, сегодня опять превратить в, я извиняюсь, фарш и мясо, к большому сожалению, что происходит сегодня на Украине с молодыми ребятами этого государства. Значит, и, конечно, в этом контексте, в этом контексте западное государство, они видят, что результаты ничего, никакого не приносят от подобного рода планы. Потому что, ну, если ты не способен, не готов к тому, чтобы уничтожать, значит, в таком количестве свой собственный народ, то, естественно, о каких перспективах может идти речь. Тем более, что Зеленским также было заявлено о необходимости расширять возможности ударов, наносимых с территории Украины по Российской Федерации. То есть понятно, что когда речь идет о такого рода эскалации с ядерной державой, имеющей фактически все сегодня возможные варианты этого смертоносного оружия, то, естественно, некоторые западные политики, у них срабатывает инстинкт просто самосохранения. Потому что, ну, кто будет такое терпеть, зная и понимая, в том числе и руководство, и политику руководства современной России. Поэтому ни о каком плане мира речи нет. Правильно было заявлено, что это план победы. План победы над украинцами, над украинским народом, над этим государством, которое сегодня фактически уже перестало существовать. Осталось вот добить генофонд этой страны, которая еще там, скажем, теплится и немного его осталась. И вот в чем заключается план вот этих марионеточных политиков, предателей украинского народа, которые сегодня там находятся у власти. Вот к чему приводит, это если возвращаться к 2014 году, к Майдану, вот к чему приводит безответственное отношение общества к своей общественно-политической жизни. Когда многие подумали, что политика это не их, так скажем, тема, что не нужно вмешиваться, не будем мы участвовать, не будем мы отстаивать, защищать истинные интересы своего народа. Отдали это на откуп маргиналам, предателям и американцам, естественно, которые кардинали эти вопросы. А сегодня идет война, сегодня уже, естественно, ни народ, ни общество ни на что не влияет. Потому что, когда начинается война, это уже совсем другие правила игры. Человек уже там ни на что не влияет. И цена вот такой безалаберного отношения к своей стране, 560 тысяч человеческих жизней сегодня уже загублена. И каждый день продолжают погибать, по подсчетам экспертов, порядка 400 человек в сутки со стороны Украины погибает за интересы американских военных компаний, которые на этом зарабатывают. Поэтому вот к чему приводит, казалось бы, легкомысленное отношение к своей политике. Почему я и всегда и наших граждан тоже, сейчас пользуюсь эфиром, призываю, будьте аккуратны, будьте осторожны, посмотрите действительно на то, что происходит вокруг. Уделите им времени, которое у нас ни у кого нету, естественно, мы все люди заняты, у нас куча дел, заботы, всего остального. Но уделите вот эти вот минуты, часы, может быть, для того, чтобы вникнуть в этот процесс, что происходит в стране, что происходит за пределами страны, чтобы детям своим рассказать, чтобы внукам рассказать буквально вот в деталях. Потому что действительно у нас еще институт семьи, слава богу, серьезно влияет на формирование мнения, общественного мнения. И это один из самых надежных, так скажем, и эффективных источников на формирование мнения, в первую очередь, молодых ребят. Займитесь этим, потому что иначе придется жить так, как живут сегодня наши южные соседи, не дай бог. Потому что планы Запада в отношении нас точно такие. А им не нужны ни наши тракторы, ни наша картошка, ни наше сало. Им нужны наши территории, наши люди, которые будут воевать, и они будут за это время обогащаться. Для того, чтобы этого не произошло, надо ответственно относиться к своей общественно-политической жизни, к тому, что здесь происходит. И если мы будем видеть общество, видеть какие-то вызовы, угрозы, все вместе надо против этого бороться. Тогда мы сможем дальше с вами обсуждать вопросы роста зарплат, пенсии, стипендий и всего остального. Если же нет, будем обсуждать вопросы другие, гробов, кладбища и всего остального, с чем сегодня, к сожалению, живет украинское общество. Ну что, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишеевич. Спасибо огромное, Сергей Михайлович, за емкий разговор. Всем отличного дня и до встречи в буднях. Спасибо.